Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я на завтрак сделала себе овсянку, стакан овсянки, 2 воды, соль, сахар по вкусу и уже в готовую добавила кусочек маленьких сливочного масла. Все, кто обедает, кто завтракает, всем приятного аппетита! И сварила кофе. Попью попозже кофе. Сегодня я на завтрак хочу приготовить еще запеканку творожную, только я ее буду не в духовке, а в мультиварке. Мне очень нравится, как она запекается в мультиварке, очень вкусно получается. Возьмите на заметочку. Сначала замочила изюм, мне его потребуется 50 грамм, в кипяточке его замочила. 50 грамм сахара потребуется также. Полкило творогу, 3 яйца, манная крупа 40 грамм, сливочное масло 10 грамм для смазывания формы. Вот. И немножко соли. Немножко соли. Вот. Что я буду сейчас делать? Я отделю белки от желтков и в белки добавлю щепотку соли и взобью до пышной пены. Отделяю белки от желтков. Сюда буду белочки складывать, туда желточки. Немножко соли. И взбиваем до стойка пены. Белки у нас взбились. Вот. Переворачиваем. Немножко. Тут чуть-чуть чечет, но не страшно. Вот. Белки у нас взбились. Вот. Теперь что мы делаем? Теперь мы вынимаем в емкость творог. Разминаем его белочкой. Вот так. Творог у нас городец 9%. Добавляем туда яйца. Сахар. И манку. Всё перемешиваем. Также можно, если изюм готов уже, можно слить изюм и добавить туда ещё изюм. Откинуть изюмчик, чтобы отстекла вся вода. И добавляем тоже в творог. Повторю ингредиенты. Творог полкило. Яйца 3 штучки. Сахар 50 грамм. Изюм 50 грамм. Манная крупа 40 грамм. Сливочного масла 10 грамм для сматывания формы. И соль. Грамм 5. Всё хорошенечко перемешиваем. Я хорошенько перемешала творожную массу. Теперь постепенно буду вводить белки. И аккуратно их вмешивать в эту массу. Чтобы масса у нас стала воздушной. Аккуратненько вводим белочки. И так ввести все белки надо. Весь белок. Теперь берем чашу мультиварки. Берем кусочек сливочного масла. И помажем чашу маслицем. Донышко помажем. Теперь выкладываем творожную начинку. Аккуратненько. Распределяем её. Чтобы она ровненько лежала. И поставим выпекаться на 45 минут. На режим выпечки. Всё распределяем. Чтобы было всё ровненько. Мультиварку. Сейчас я её включаю. Вчера я делала в ней йогурт. Йогурт я убрала в холодильник. Я уже не стала вам показывать. Потому что я уже сто раз это делала. Включаем. Миню нажимаем. Ставим на режим выпечка. Выпечка окей. 0 часов окей. А минутки поставим 45. Вот. И старт удерживаем. Вот. Загорел зелёным. 45 минут. Выпечка. Вот. Будем ждать. Так. Следующий этап. Я хочу сделать хлеб. Из цельнозерновой муки. И пшеничной. Мне потребуется, значит, цельнозерновой. Полтора стакана. Стакан у меня 200 грамм. То есть, итого 300 грамм получается. Полтора стакана цельнозерновой муки. И два стакана пшеничной. Стакана у меня, повторюсь, по 200 грамм. То есть, 400 грамм пшеничной. Вот. Соль. На это количество чайная ложка. Чайная ложка соли. И пол чайной ложки сахара. Две столовых ложки сухих дрожжей. Три столовых ложки растительного масла. Три. Ну, поменьше. Где-то две. Я положу две столовых ложки растительного масла. И вода тёпленькая. Триста пятьдесят миллилитров на это количество муки. Сейчас, значит, цельнозерновую я так высыпала. Полтора стакана. Пшеничную я просеиваю два стакана. В просеянную муку добавляю чайную ложку соли и пол чайной ложки сахара. Вот так. Три. Две столовых ложки дрожжей. У меня получилась целая пачка 7 грамм. Вот. Дрожжи у меня вот такие. Все перемешиваем. Я сначала венчиком. Можно это все в чашу миксера положить. Я сделаю вручную. Далее замешиваем тесто и наливаем тёпленькой водички постепенно. И замешиваем тесто. Водички нужно на это количество 350 миллилитров. И в конце добавим подсолнечного масла. Кто любит, можно добавить оливковое. В конце добавляем 2 столовых ложки растительного или оливкового масла. И все хорошенечко вымешиваем. Если ложкой тяжело, можно уже руками вымесить. Где-то в течение 10-12 минут нужно замешивать тесто, чтобы оно было однородное. Вымесили тесто. Где-то примерно 7-10 минут. Смазываю маслицем растительным. Эту как-то салатничек. Мисочку выкладываю тесто. Закрываю пленочкой. И ставлю в тёплое место где-то примерно на час. Я ставлю обычно в микроволновку. Грею там стаканчик воды горячей. И ставлю в микроволновку. Микроволновка у меня выключена. Тесто ставлю в микроволновку. Так, оставила. Рядом стакан с горячей водой. Так. И всё. И закрываю. Выключаю. И время. 11-10. 12-10 буду вынимать. Вот, мои дорогие, я села пообедать. Покормила кошек. Поставила стирку. Погрела пюре картофельное у меня вчера было. И с двумя кусочками колбаски. Вот такой скромный обед у меня сегодня. Всем приятного аппетита, кто сейчас обедает. Тесто для хлеба уже постояло целый час. Я взяла форму для хлеба, смазала её растительным маслом. В том числе и стенки. Теперь нужно мне всё переложить в эту ёмкость. Всё масло. Обычно тесто до конца не поднимается. И поэтому вот эти краешки, они всегда тёмные. Горит это стекло. Чищается плохо. Попробую ещё посудомойку. Она интенсивно, может быть, поможет. Аккуратно нанимаю тесто и перекладываю его в ёмкость для хлеба. Вынимается оно хорошо. Рука у меня масляная. Формируем хлебушек поровнее. И он ещё постоит у нас минут 40-50. Сейчас я его закрою опять плёночкой. И сверху покрою полотенчиком. Ещё постоит минут 40-50 на росточке. Блюдо для запекания. Что хочу сделать? Хочу сделать картофель и мясо по-французски. Обычно я его делаю без картофеля. Это сделаю с картофелем. Не знаю, как точно правильно. Домашняя еда у меня. Так, почистила я картофель, где-то примерно килограмм. Взяла луковицу большую. И ещё я мариновала вчера мясо. Вот. Она у меня замариновалась. В пакете у меня была шея. Где-то тоже килограммчик. Я его пока оставлю. Потому что оно было в холодильнике. Теперь я хочу... Форму я смазала растительным маслом. И теперь я хочу нарезать полукольцами лук. Вот так вот. И выложить на дно формы. Сбрызнула весь лук. Сбрызнула его ещё растительным маслом. Можно немножко присолить. Вот. И нарезаю картофель. Можно брусочками. Как хотите. Пока оставлю здесь. Такими вот брусочками. Я, значит, нарезала картофель. Разложила в две мисочки, чтобы удобнее было мешать. Сейчас его надо посолить. Вот. И добавить ваших любимых специй. Я добавлю вот такие вот. Томаты, базилик, чесночок. У меня здесь немножко его осталось. Я так вот добавлю в каждую мисочку. Можно добавить ещё паприки. Но паприки у меня сейчас нет. Добавляю ещё немножечко смесь перцев. И солю. Немножечко солю. Вот так. Перезаю. И всё хорошенечко перемешаю. Перемешала, чтобы все ингредиенты перемешались. И выкладываю всё на лучок. Майонезик тоже собираю. Кому нельзя майонез или не любите, просто не едите. Можно заменить сметану. Сметана с горчичкой можно перемешать. Чтобы немножечко было поярче выраженный вкус. Выкладываем весь картофель. И сверху сейчас будем выкладывать мяско. Где-то примерно килограмм шеи здесь у меня и килограмм картофеля. Духовку надо разогреть на 180-200 градусов. Поставлю на целый час. Духовка у меня нагрелась. Я поставила на режим верхний с традиционной 200 градусов. Ставлю туда мясо с картофелем. У меня вторая сверху полочка. И поставлю на целый час. Где-то минут за 10 примерно я добавлю туда натертого сыра. Вот так. И звоночек на 50 минут. Вот так. И тем временем натру сыр. Сыру где-то примерно грамм 100-150. Сыр натёрла, приготовила. Хлеб у нас тоже подошёл. Сейчас мы что делаем? Мы наливаем столовую ложку примерно маслица. И столько же воды. Вот. Всё перемешиваем. Смазываем водичкой с маслом хлеб. Вот так вот. И ставим тоже в духовочку. Тоже на час. Хлеб поставим сверху. А картошку вниз. Утром делала запеканку. Я её вынула. Единственное, что надо было подождать, когда она остынет. А я горячую стала вынимать, поэтому она начала ломаться. Так что дождитесь, когда она остынет. Сейчас мы её попробуем. М-м-м-м. Очень вкусно. М-м-м-м. Вкуснятина. Очень вкусно. Попробуйте. И с этим. С изюмчиком. Изюмчик я не очень люблю, но всё равно вкусно. Стояла на режиме выпечка на 45 минут. Вот такой хлебушек у меня получился. Вот вынула только что его. Стоял он у меня 50 минут. Вынула я его из формы. Ножечком прорезала по краям. Прошлась форму. И перевернула. И вот на решёточку, чтобы он дышал. И сейчас ещё закрою влажным полотенцем. Как это пыхнёт, можно кушать. Вот так. Вот такое получилось мясо по-французски. Стояло 50 минут. И потом ещё 10 минут с сыром посыпала. Итого час. Стояло 50 минут. Карта. Прошлась. Мы сointимся на ого talvez marcалчалке. Матушку по-французски. Все, кто едет, тоже мор hasta thee. Субтитры создавал DimaTorzok